К новому сезону, чтобы всё было в хорошем состоянии. Светлана Алексеевна вместе с помощниками уже вовсю готовится к предстоящему сезону. В теплицах подготавливают землю и закупают удобрения. Овощи фермер выращивает много лет. А в 2015-м взяла на свои хрупкие плечи руководство кооперативом. Сейчас в Вишкамское объединение входит 123 человека. Это личные подсобные крестьянско-фермерские хозяйства и даже два крупных предприятия. В развитии помогли государственные субсидии. В 2019 году была государственная поддержка. Мы тоже участвовали в гранте. Уже приобрели комбайн капустно-уборочный для члена кооператива. Мы приобрели линию по фасовке и сортировке картофеля. Перспектива победителей – нескольких грантов. Благодаря им не только закупили оборудование, обустроили теплицы, но и дали работу нескольким десяткам сельчан. В кооперативе выращивают капусту. Причем не только белокочаную, но и цветную, брокколи, пекинскую. В этом году планируют засадить и пекинскую красную капусту. Вместе с полезным овощем выращивают картошку, лук, морковь, свеклу. Наш кооператив помогает не только реализовать, а также приобрести семена, удобрения. Когда берем большую партию оптов, можно сказать, цены ниже. А что брать в розницу? Например, лично подсовное хозяйство, если на 2-3-4 гектара выращивают, взять, например, тоже удобрения за 25 или за 17 тысяч за тонну, будем считать, есть разница, ощущается. Овощи отправляются в детские сады и школы района. Крупными партиями оказываются на прилавках розничных сетей. С одной из них, по словам Светланы, заключен специальный агроконтракт на поставку определенного количества урожая. Договор дает фермерам уверенность. Члены кооператива не беспокоятся за реализацию товара. Кроме этого, овощи из Вишкаема можно купить на ярбарках. Первое, кстати, пройдет совсем скоро – 11 марта на проспекте Гая. Анна Тищенко, Управда ТВ.